Для тех, кто уже доказал и себе, и представительной международной комиссии, что именно он лучший из лучших, родные сейчас собирают посылки на Международную космическую станцию. В середине декабря грузовик «Прогресс» так и не долетел до космонавтов. Но в феврале к самому дальнему адресу человечества отправится еще один корабль. И на нем заветные 5 килограммов разрешенного груза с земными подарками. Вместе с нашим московским корреспондентом Светланой Корульской мы продолжаем следить за тем, как проходит вторая космическая экспедиция нашего земляка Олега Новицкого. Собирая посылку для Олега, я искала в магазинах белорусский березовый сок по 0,2 литра, но нашла лишь яблочный. Прошу производителей, если мой муж полетит в третий раз, сделайте такой сок, чтобы я могла ему отправить. Литровый нельзя. Кроме всяких вкусняшек, мы положили в посылку наши письма. Ритоля писать еще не умеет, но она тоже передала папе привет. Почувствовать дом на ощупь и вкус, пробежаться глазами по написанным близкими от руки строчкам. За время звездных командировок космонавты могут сделать это 3-4 раза, тогда, когда с Земли на Международную космическую станцию приходит грузовой корабль «Прогресс». Среди того, что основательно упаковали на Байконуре, первым всегда пытаются выгрузить именно посылки от родных, потому что ждать их космонавты начинают еще на Земле. Специально ничего не заказываешь, потому что, скажем так, то, что хочется, не пропускают. Нельзя это до столяда на станции, когда-то может какая-то колбаса, сыр. Будут письма от родных, от близких, то есть получать какие-то новости, старые такие добрые методы на бумаге, это очень приятно. Эту космическую логистику изучать бы бизнесменом. Все семьи космонавтов, проводив своих мужей и отцов на МКС, начинают жить исключительно будущим. Эта перспективность теперь не считается с календарем, а подчиняется графикам загрузки и запуска грузового корабля «Прогресс». Например, первую посылку для Олега Новицкого его семья собирала, когда он еще проходил предполетную подготовку. До старта была сложена и вторая. Мы ее собирали в начале сентября, когда на улице было плюс 15, в желтом месте, мы с дочкой бегали по магазинам, искали новогодние открытки, что-то новогоднее, над нами продавцы все смеялись, потому что мы сюда в сентябре и Новый год, ничего не было. И вот эта третья посылка, которая к нему придет 1 февраля на грузовике, и сейчас мы столкнулись с такой же проблемой, что мы искали открытку к 23 февраля, и над нами продавцы снова смеялись. Все посылки собираются где-то за полтора месяца до старта грузовика. Таковы правила. Семьям космонавтов выдают специальные памятки. Какие продукты можно передавать, какие нельзя, как все это упаковывать и даже как маркировать. Берем обычный пакет, все туда мы складываем, потом мы это все взвешиваем, потому что разрешается 5 килограмм, и дальше смотрим, что надо убрать, если что-то лишнее. Вот на таком листе делается опись, мы все подробно записываем, что мы туда положили, сколько штук, все названия, проверяем сроки годности. Допустим, прилетает посылка туда 1 февраля, а срок годности, допустим, у миндаля до 25 марта, то есть получается чуть больше, чем полтора месяца. Делается обязательно пометка, что это надо съесть в первую очередь. Первая посылка ждала Олега Новицкого на МКС по прилете. Маленькую килограммовую к Новому году он привез на своем корабле сам. А вот вторая, 5-килограммовая, из-за декабрьской аварии прогресса не долетела. Сейчас семья собирает вкусненькое, уже для февральского грузовика. Мы туда положили сухофрукты, потому что он их очень любит. Это курага, чернослив, это просто должно быть обязательно. В прошлый раз неотъемлемой частью были сникерсы, но сейчас что-то папа их пока еще не захотел. Но мы думаем, может быть, сами как-то потом положим. Требования к содержимому посылки космические. Все должно быть сертифицировано, никаких консервантов и химических добавок, только натуральные продукты. Ничего сыпучего, никакой стеклянной тары. Последнее ограничение заставило Юлию Новицкую при сборе нынешней передачи для мужа даже обратиться за помощью к белорусам. У нас в магазине я нашла яблочный сок производства Беларуси. Я очень обрадовалась. Ну, мы уже белорусы. Это будет здорово, отправить туда белорусский сок. Я очень хотела березовый. Ну, потому что как-то Беларусь ассоциируется с бульбой, с березовым соком обычно. Нет у них березового сока. Помощь пришла с неожиданной стороны. Двоюродная сестра Олега Ирина прочитала это. Тут же побежала в магазин. Увидела, что в червень у них продается такой сок. И она его должна купить, и они нам должны его передать. Собрать посылку для космонавтов оказывается полдела. Все должно получить добро еще и от звездных врачей. Российский институт медико-биологических проблем для космоса – главное контролирующее ведомство. Содержимое посылок здесь осматривают, взвешивают, что-то отправляют на анализы и обязательно все нюхают. В прошлый раз нам вернули несколько детских рисунков, потому что они не прошли, как нам объяснили, токсикологическую экспертизу. Или что-то в красках, может быть, в составе красок им не понравилось. С учетом этого опыта особое внимание сегодня в семье Новицких к главному письму из посылки Олега от младшей дочки Риты. Детская ладошка на простой белой бумаге, обведенная обычной шариковой ручкой. Привет маленького человека, такому большому космосу. И папе, который, конечно, сейчас его ждет больше всего на свете. Светлана Корульская, Светлана Чевдарь, Контуры, Москва.